8 сентября в нашем районе пройдут выборы депутатов городского и 14 сельских поселений, а также глав Кировского, Черноярковского и Прибрежного сельских поселений. На этой неделе завершена проверка помещений, где будут размещаться участковые избирательные комиссии. По постановлению главы Славинского района создана рабочая группа, в составе которой представители МВД, Росгвардии, пожарные, специалисты районной администрации, сельских поселений, территориальной избирательной комиссии. Задача группы – проверить готовность помещений к предстоящему голосованию. Избирательные участки будут обследованы на наличие тревожных кнопок, противопожарной сигнализации, пандусов, подъездных путей, средств пожаротушения, а также на укомплектованность необходимым технологическим оборудованием. Всего достаточно. Со светом немножечко тут у нас проблема. Еще на тех выборах было, что-то там замыкаем где-то в одном месте нужно. Озвученные в ходе проверки проблемы будут решены в ближайшее время. Также члены участковых избирательных комиссий озвучили пожелания избирателей организовать в день выборов торговлю и музыкальное сопровождение. Их просьбы также будут выполнены. Мы должны до 25 числа отчитаться перед избирательной комиссией Краснодарского края готовности. 30-го будут слушать нас на селекторе о готовности. Поэтому мы проводим заранее для того, чтобы, если выяснили какие-нибудь недостатки, до 25-го можем их устранить, если они какие будут. По крайней мере, на сегодняшний день мы проехали все практически помещения муниципальные. Они уже проверены и пожарниками, и Росгвардия, и МЧС. Все полностью готовы непосредственно уже и к работе, к функционированию. К 1 сентября они проверяли. Ну и, естественно, они готовы непосредственно к проведению данных выборов. В день выборов 8 сентября в Славянском районе откроется 66 избирательных участков. Состав участковых избирательных комиссий полностью сформирован. 28 августа они приступят к работе. Участок наш полностью оборудован для приема жителей, чтобы они проголосовали. 28 августа мы уже начнем принимать жителей, чтобы они посмотрели, есть ли они в списках избирателей. Так что приглашаем всех на выборы 8 сентября. У кого не получится в день выборов, приглашаем на досрочное голосование. Обращаем внимание избирателей, что на этих выборах три избирательных участка изменили свое местоположение. Участки, расположенные в здании газеты «Заря Кубани», управление по делам молодежи и в хуторе Водном, изменили свои адреса. У нас изменили место положения, это в городе два избирательных участка 42-15, который находился в газете «Заря Кубани». Ныне он находится, угол батарейная и проточная. Это клевер, частное предприятие, там будет находиться избирательный участок. И изменил участок свое место дислокации, это 42-17. Это бывшее здание, находится на Дзержинского, это управление по делам молодежи. В настоящее время оно находится, это совхозный один, стеновой блок. И изменил место, перенесли избирательный участок, это станица Петровская, избирательный участок 42-47. Он находился на МТФ, на сегодняшний день построили новый клуб на хуторе Водный. И вот в этом клубе будет находиться уже на постоянный избирательный участок, или он называется досуговый центр. Ко дню выборов все участки будут полностью готовы к работе. Остается только вам, уважаемые избиратели, найти время, прийти и проголосовать. 8 сентября вам предстоит сделать важный выбор – избрать депутатов Советы поселений. То есть тех людей, кто будет принимать решения, касающиеся жизни именно ваших населенных пунктов. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова